Представьте себе общество, в котором каждый человек в 10 раз умнее Эйнштейна, может прочитать книгу в 500 листов и запомнить каждое слово, обладает стопроцентным иммунитетом к большинству заболеваний, а продолжительность его жизни не ограничена. Это похоже на научную фантастику, но ученые рассматривают создание таких людей как вполне реальную цель, достижимую уже в 21 веке, а поскольку человечество рано или поздно займется колонизацией других планет, такие суперлюди-долгожители просто необходимы. Как же они появятся? Все начнется с искусственного интеллекта. Для создания такого человека не обойтись без генной инженерии, для этого человечество должно достичь серьезного прогресса в биоинформатике. Это наука на стыке информатики, математики, биологии, генетики и химии. Проще говоря, нам необходимо собрать огромную базу данных о том, как работают гены и что меняется в организме при их мутации. В каждой молекуле ДНК 20 тысяч генов. Каждый из них может иметь неизвестное количество мутаций, и каждая мутация может на разных людей влиять по-разному. Более того, гены – это меньше 2% молекулы ДНК. Как работают остальные 98% для ученых пока загадка. Разгадать ее под силу только искусственному интеллекту, гораздо более мощному, чем ныне существующая интеллектуальная система. Да, выглядит немного сложнее, чем укус Питера Паркера радиоактивным пауку. Но дальше будет интереснее. Молекулярные ножницы. На сегодняшний день самой передовой технологией редактирования генома считается CRISPR-Cas9, которую еще называют молекулярными ножницами. Это по-настоящему революционная технология. Она буквально превратила ДНК в конструктор Лего. С помощью молекулярных ножниц вы можете легко находить нужные участки ДНК, вырезать из нее гены, редактировать и вставлять их обратно, а также заменять искусственными генами или вырезанными из другой ДНК. Сильные мышцы и умные мозги. Вы наверняка встречали людей, обладающих большой мышечной массой не благодаря спорту, а в силу генетических особенностей. Такие люди имеют мутацию всего лишь одного гена МСТН, которое уменьшает выработку белка миостатина. Этот белок подавляет мышечный рост, поэтому чем меньше организм его производит, тем лучше растут мышцы. Таким образом, чтобы создать человека с большими и сильными мышцами, необходимо отредактировать всего один ген. Однако с умными мозгами все гораздо сложнее. Ученые уже установили 74 генные мутации, отвечающие за интеллект, и продолжают открывать все новое. Это значит, что для создания человека с высоким IQ потребуется серьезно отредактировать его ДНК. А теперь главное. Как человек сможет обзавестись всеми этими полезными мутациями? Может ли родиться человек с IQ равным 1000 естественным путем? Похоже, что это невозможно. У большинства людей IQ колеблется между 85 и 115. IQ равный 160 и выше считается большой редкостью. Историки считают, что IQ императрицы Клеопатры достигал 180. А умнейшим из известных людей считается американский вундеркинд Уильям Джеймс Сайдис. Он закончил Гарвард в 16 лет, владел 25 языками, но даже его IQ не превышал 300. Существование человека с IQ равным 1000 кажется совершенно невозможным. Но ученые считают, что такой человек вполне может появиться, если искусственно перекодировать его ДНК. И генетики уже учатся этому. Как продлить жизнь человека до 1000 лет? Итак, наш сверхчеловек будущего должен быть не только умным и сильным, но и долго жить. Хотя бы тысячу лет. А лучше, если он вовсе не будет стареть. Это одна из главных целей генной инженерии. Во-первых, все хотят жить долго, а во-вторых, опять-таки без этого невозможно колонизировать другие планеты. Расстояния до ближайших пригодных для жизни планет столь велики, что нынешние люди успеют состариться и умереть, не преодолев и половины пути. Ученые верят в успех. И вот технологии, которые им помогут. Печать органов и тканей на 3D-принтере. Сейчас эта технология активно развивается. Ученые уверены, что уже до 2050 года людям начнут имплантировать напечатанные кровеносные сосуды, кожу, хрящи и нервную ткань. В будущем эта технология позволит не только продлевать, но и спасать жизни. Например, при инфарктах, онкологии, а также при несчастных случаях, таких как автомобильные аварии. Сегодня серьезные повреждения сердца, печени и поджелудочной – это почти всегда приговор. Донорские органы обычно отсутствуют, но даже при их наличии они могут не прижиться в чужом организме. Напечатанные органы будут создавать на основе ДНК-реципиента, а значит организм будет их воспринимать как свои собственные. Если искусственные органы пытаются печатать уже сегодня, то следующая технология существует только в теории, хотя ее перспективы просто потрясающие. Редактирование гена теломеразы Мы стареем из-за того, что наши клетки не могут делиться до бесконечности. С каждым делением у них укорачиваются теломеры – концевые участки хромосом. Когда теломеры полностью исчезают, клетка теряет способность делиться, а значит она рано или поздно погибнет, ничего после себя не оставив. По мере гибели клеток органы и ткани на молекулярном уровне превращаются в решето. Собственно, это и есть старение. Однако некоторые наши клетки синтезируют фермент теломеразу, который называют ключом к клеточному бессмертию. Теломераза поддерживает длину теломер, давая возможность клеткам делиться сколько угодно раз. Большинство наших клеток не производят теломеразу, поэтому задача генетиков – найти генную мутацию, которая позволит перекодировать ДНК человека таким образом, чтобы все его клетки производили этот живительный фермент. Клетки такого генетически модифицированного человека будут делиться сколь угодно долго, ткани и органы будут оставаться молодыми, и продолжительность жизни вырастет многократно, а возможно такие люди и вовсе не узнают, что такое старость. Но в нашей бочке меда есть большая ложка дегтя. Клетки мозга, сердца и некоторых эндокринных желез почти не делятся. Поэтому ученые планируют искусственно выращивать клетки этих органов из стволовых клеток, а затем имплантировать их в органы, таким образом омолаживая их. Кроме вышеупомянутых технологий, продлению жизни будет способствовать развитие фармацевтики, а именно сверхэффективные препараты узконаправленного действия без побочных эффектов. Также в будущем ожидается развитие наномедицины. Микроскопические роботы будут внедряться в организм для поиска и ремонта поврежденных структур организма. С помощью генного редактирования потенциально можно сделать человека свободным от большинства тяжелых заболеваний. Причем для современных генетиков это задача номер один. Люди недалекого будущего. Какими способностями их наделят генетики? Наверняка гены долгожительства, высокого IQ и сверхмощного иммунитета захочет иметь большинство. Но генетики будущего смогут наделить человека множеством других сверхспособностей. Например, гены устойчивости к тревожности и депрессии окажут неоценимую помощь людям, подверженным этим расстройствам. Например, учителям, врачам и работникам полиции. Способность быстро восстанавливаться после травмы, даже отращивать новые конечности, понадобится пожарным, шахтерам, строителям, промышленным альпинистам и опять-таки полицейским. А что если люди захотят построить здания или даже целые города на дне океана? Понадобятся дайверы, способные подолгу обходиться без кислорода и выдерживать огромное давление. Наконец-то Антарктида станет обитаемой. Люди с генами морозостойкости с удовольствием там поселятся. Будут решены и глобальные задачи. Загрязнение природы уже приводит к тому, что токсины проникают в еду, питьевую, воду, а многие дышат загрязненным воздухом. Генетики смогут снабдить человека ферментами, которые будут расщеплять токсичные вещества, и тогда они просто перестанут влиять на здоровье людей. Сейчас активно обсуждается проблема микропластика. Возможно, генетики откроют гены, которые позволят человеку расщеплять полимеры. Тогда люди будущего, выпив воду из бутылки, смогут полакомиться самой бутылкой. Еда есть? Каша. Какая? Пластиковая. Подробнее о микропластике вы узнаете из нашего видео «Самая опасная еда 21 века». А если всерьез изучить задачу колонизации новых планет, будущим колонизаторам понадобятся все эти и многие другие качества. Например, способность долгое время обходиться без еды, воды и впадать в спячку, как это делают медведи. Тогда во время долгих перелетов на космических кораблях можно будет просто наслаждаться сном. И совершенно точно людям пригодится стойкость к радиации. Космонавты могут ее не бояться, пока они находятся в пределах магнитного поля Земли, но за его пределами человека ждет испытание космической радиации, испускаемой Солнцем и другими звездами, от которой не защитит даже корпус космического корабля. Прибыв на новую планету, люди могут столкнуться с самыми разными испытаниями. А что, если притяжение на ней будет в два раза сильнее земного? Тогда ее смогут колонизировать только невероятно выносливые люди с хорошо развитой мускулатурой. Тут и пригодится мутация гена МСТН. Люди со сверхспособностями есть среди нас. Генетические аномалии, дающие людям сверхспособности, нередко появляются сами по себе, безо всякого вмешательства генетиков. Скотта Фландсбурга из Нью-Йорка называют человеком-калькулятором. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса за скорость вычислений в уме. 34-летняя американка Джилл Прайс прославилась как женщина с самой лучшей в мире памятью. Благодаря генетическим особенностям, она прекрасно помнит не только каждый день, но даже каждую минуту и самые мельчайшие подробности своей жизни, начиная с 11-летнего возраста. Рекорды чемпиона мира по спринту Усейна Болта уже много лет никто не может побить. Многие считают, что спортсмен непобедим именно благодаря генетическим особенностям. Его мышцы содержат большое количество быстрых волокон. Вероника Зейдер из Германии имеет самое острое зрение в мире. Женщина способна узнать человека по лицу на расстоянии более полутора километров. Стивен Питт из Вашингтона имеет генетическую мутацию, которая сделала его нечувствительным к боли. Дэниела Браунинга Смита из Миссисипи из-за генетических особенностей прозвали резиновым мальчиком. Его связки и сухожилия настолько эластичные, что ни одному гимнасту с ним не тягаться. Дэниел уже поставил семь рекордов Гиннесса. Тим Дрейер из Южной Африки обладает сверхплотными костями. Переломы ему не страшны. Дэниел Киш, потерявший зрение в детстве, обладает потрясающей способностью к эхолокации, что позволяет ему без посторонней помощи ездить на велосипеде по людным улицам и гулять по крутым горным тропам. Генно-модифицированные люди сегодня. В большинстве стран мира, в том числе в России, разрешения на редактирование генома человека до его рождения не выдаются. Это вполне разумно, ведь генетика еще только развивается, и последствия редактирования генов пока никто не может предсказать. Надо учитывать, что измененными генами будет обладать не только один человек, но также его дети, внуки и правнуки, а в будущем это внесет необратимое и непредсказуемое изменение в человеческий вид. Российский молекулярный биолог Денис Ребриков в 2019 году пытался получить разрешение на редактирование генома человека для избавления будущего ребенка от наследственной глухоты. Однако Минздрав ответил отказом, поскольку резонно считает такую практику преждевременной. Однако, несмотря на запреты, генно-модифицированные люди уже существуют. В 2018 году китайский генетик Хэ Цзянь Куй без разрешения изменил геном двух девочек-близняшек на стадии зародыша с целью привить им неуязвимость к ВИЧ, за что был приговорен к трем годам заключения. К чему приведет появление отредактированных людей? Итак, представьте мир будущего, в котором появились миллионы людей со сверхспособностями. Какие проблемы при этом возникнут? Давайте рассуждать реалистично. Первая проблема. Многие люди по разным, в частности по религиозным мотивам, откажутся от генетической модификации своих детей. А значит мир разделится на обычных и улучшенных людей. Последние будут более успешными в социальном и финансовом плане, а значит между двумя типами людей будут возникать конфликты. Вторая проблема. Уже сейчас остро стоит этический вопрос, можно ли вносить изменения в ДНК человека еще до его рождения, учитывая, что заранее нельзя получить его согласие. Третья проблема. Генную инженерию могут начать применять в целях разрушения, например, для создания неуязвимых солдат. Четвертая проблема. Если люди перестанут стареть и умирать, нашу планету ждут большие проблемы, связанные с перенаселением. Отсюда вывод. Создание генетически усовершенствованных людей требует невероятного уровня ответственности и планирования последствий. И что не менее важно, осознание человечеством своей единой судьбы. Информация познавательная или справочная. Не применяйте никакие рекомендации без консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на Здоровье сберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение.